Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу и вы слушаете подкаст «Сингенты». Сегодня мы опять в московской студии и обсуждаем мы погодные риски. У нас в гостях менеджер по поддержке коммерческих проектов Мария Скорикова. Мария, привет. Привет, Ваня. Для сельхозпроизводителя в чем погода может быть рисковой, наверное? Погодный риск – это самый непредсказуемый риск, который может придумать себя аграрий, потому что он умеет бороться с болезнями, с насекомыми, с различными вредителями, с сорняками и так далее. Но предугадать погоду он не может. У нас даже прогноз погоды не всегда самый точный. Предугадать, что будет в следующем сезоне, в следующем летом, как поведет себя осадки, тепло и так далее, это никто не может. Мы решили поработать с этим непредсказуемым риском, самым сложным, подумать, как мы можем помочь нашим аграриям. Таким образом у нас в «Сингенте» появилась программа погодной гарантии «Агриклайм», когда мы защищаем наших клиентов именно от плохой погоды на полях. Ну а в чем разница-то между погодной гарантией и, допустим, такой же обычной страховкой, которая защищает нам от каких-то рисков? Есть, да, страховки, предлагаемые банками от плохой погоды. Но разница агриклайма именно от такой страховки в том, что, первое, у нас нет никакого страхового взноса. То есть в отличие от, например, программы банка, вам не нужно вносить этот страховой взнос, то есть что-то доплачивать. У нас клиент может получить покрытие программы «Агриклайм», то есть защиту, лишь, так сказать, за продукты компании «Сингенте». То есть дополнительно он не несет никаких затрат. И второй момент, такой самый важный, в том, что мы в программе оцениваем лишь факт наступления погодного риска, а не урожайность. То есть мы никак не оцениваем, какой у вас получился урожай, как плохая погода повлияла на этот урожай. Мы лишь берем сам факт наступления осадков, либо отсутствия осадков, сколько было жарких дней, сколько было холодных дней. Но все, что происходит на поле, здесь мы не учитываем. То есть только данные с метеостанций мы получаем и передаем, в принципе, дальше. От чего отталкивается, когда мы говорим про риски? Кто это определяет и как в программе? У нас для каждой точки, для каждого поля существует своя норма. То есть норма осадков и норма жарких дней. Так как территория у нас большая, эти нормы будут абсолютно разные в зависимости от месторасположения поля. Потому что все может влиять на, так сказать, вот эту норму. Где находится поле, на возвышенности, в низине, есть рядом водоем, какая климатическая зона. То есть все это влияет на нормативные показатели погоды. И если, например, вот у нас клиент зарегистрировал свое поле с определенной нормой, так сказать, по погоде. То есть мы знаем его норму. И в течение сезона мы смотрим, что, например, осадки, либо жаркие дни, они отклоняются от этой нормы. То, соответственно, мы понимаем, что произошел риск. И клиент может рассчитывать на дальнейшие выплаты. Если мы говорим вот про вот эти вот нормы для клиента. Они там, получается, персональные для каждого поля или для каждого клиента или для региона? Да, конечно. Потому что, повторюсь, у нас территория большая. И если мы возьмем двух фермеров, например, на юге и на севере, они не могут никак иметь одинаковую норму. Потому что юг у нас территория все-таки более жаркая. Если, допустим, в Тверской области норма жары 5 дней в течение всего лета. То есть это стандартное лето, когда у тебя в течение 3 месяцев всего лишь есть 5 дней, когда температура достигает 33 градусов. Но 5 днями на юге никого не удивишь. То есть там нормативный показатель хорошего лета – это, не знаю, дней 20-30 будет. То есть это все-таки очень индивидуальные показатели для каждого клиента. То есть даже на одном поле, у него, допустим, там левое-правое поле, будет уже отличаться этими нормативными показателями. Просто потому что одно находится ближе к водоему, допустим. То есть даже вот такие вот микрофакторы, они все равно влияют на установленную норму. Плюс на норму влияют ежегодные какие-то, не знаю, произошедшие катаклизмы. Например, 2010 год очень хорошо внес в статистику, так сказать, изменения. Потому что для установления нормы мы берем 20-летнюю статистику. То есть какая была погода за последние 20 лет. И, соответственно, каждый последующий год, какой бы он ни был, он вносит коррективы в эту норму. Как эта норма влияет на выплату? Норма – это отчетная точка. Отчетная точка, верно. И, соответственно, если, допустим, мы говорим про засуху, то мы смотрим сумму осадков. И если она не добирает до этой нормы, это значит, что точка не получила достаточное количество осадков, которые у нее из года в год случаются. То есть в этот год было мало влаги и, соответственно, произошла засуха. То есть это не до борда нормы. А в жаре, например, у нас, наоборот, идет превышение нормы. То есть 5 дней у нас установлено, да, из нашего примера. Все, что идет сверх нормы, это уже идет как риск. Как вы выбираете эти риски? На основе чего? На основе их частотности? Я там не знаю, на основе того, как они действительно вредят производителям или что-то? Ну, здесь у нас идет все-таки запрос от самого клиента и от наших коллег, которые приходят, например, с региона или с какой-то определенной территории и говорят, «Слушайте, за последние 5 лет мы все здесь столкнулись вот с таким риском. Давайте что-то сделаем, давайте как-то поможем нашим клиентам и защитим их инвестиции». И, зная эту проблему, мы уже подготавливаем, например, для этой территории и для этого региона отдельную программу, например, защиты от какого-то риска. Вот. И именно поэтому у нас для садов, да, действует такая отдельная программа возвратных заморозков. Потому что они пришли к нам с этой проблемой, они рассказали актуальность этой проблемы. И в связи с этим мы уже дальше начали действовать. Кто же отслеживает погоду? Это делает сам фермер или все-таки компания «Синген» таким-то образом отслеживает? Все метеоданные с поля мы получаем от международной компании, она называется «Метеоблю». То есть это третья независимая сторона, которая предоставляет нам всю статистику, то есть все данные за последние 20 лет по каждому конкретному полю. И эта же компания отслеживает в течение всего периода погодные данные. У нее есть несколько способов получения данных. Это спутники, это метеостанции, данные с аэропортов и так далее. То есть такая глобальная система, и много стран, в принципе, работают с этой компанией. Почему мы используем третью независимую сторону, третью компанию «Метеоблю»? Так как «Сингента» и, соответственно, с другой стороны, участник, мы являемся заинтересованными лицами, и мы можем друг друга обвинить в подтасовке данных, кому что выгодней. Поэтому мы используем третью независимую сторону. Очень часто клиенты спрашивают, а могу ли я использовать для получения данных собственную метеостанцию на поле, либо передать вам данные с Google погоды. Опять-таки, мы заинтересованные лица, поэтому, к сожалению, этими метеостанциями вы будете пользоваться вне программы «Агриклайм». Ну, только для того, чтобы, как говорится, проверить те данные, которые предоставляют. А откуда эта компания «Метеоблю» берет эти данные? «Метеоблю» берет все данные с такой большой глобальной системы получения данных, в которую включены и спутники, и метеостанции на полях, данные аэропортов. У них есть различные системы, с учетом получения данных, да, то есть даже те же осадки, у них есть там два варианта получения этих данных. В ясную погоду, например, что осадков не было, да, и если идет облачность, то есть они перепроверяют свои же данные несколькими способами, чтобы точно сообщить, сколько миллиметров выпало в этой точке. То есть друг друга проверяют, проверяют сами себя же. А бывает так, что, ну, погода была хорошей по всей стране, там, в определенных регионах, и, ну, как бы, риски не сложились, и, соответственно, клиенты вообще ничего не получили. Если бы погодных рисков не случилось, то был бы идеальный год, но, к сожалению, каждый год где-то что-то у нас случается, и каждый год мы выплачиваем клиентам выплаты. Это могут быть, например, отдельные регионы, где точно прослеживается факт, например, засухи. То есть у нас был год, где четко получилось так, что все участники в регионе Сибири, например, получили выплаты по засухе в той или иной степени, но получили. То есть у кого-то больше была засуха случилась, у кого-то меньше. Например, регион-центр в это же самое время, наоборот, он пострадал от жары. То есть такие тенденции, они прослеживаются. Жара – это температурный фактор, а засуха – это осадки. Жарко и влажно в одной части страны, при этом засушливо и жарко в другой части страны. Засуха оценивается только количеством осадков. То есть да, у тебя могут быть низкие температуры, но осадков нет, то есть 0 мм. Ну, в смысле и высокие температуры могут быть, при этом 0 мм осадков. Хорошо, возникает следующий вопрос. А только по одному риску может происходить вот эта вот программа? Или может одномоментно быть по нескольким рискам, скажем? Может ли человек там одномоментно и от жары, и от засухи? В основном мы так и работаем. То есть по всем культурам у нас есть и жара, и засуха. То есть одновременно мы защищаем сразу от двух рисков. У клиента нет опции что-то выбрать одно. Пожалуйста, у него наоборот сразу два мы предлагаем. Хорошо, вот сработал один риск, мы там делаем выплату. Потом прошло два месяца, еще один риск сработал, уже выплат не будет. Если два этих месяца попадают под защиту Агриклайм, то есть он на два месяца брал гарантию, то он получит выплату по двум этим рискам. Даже если вначале у него там зафиксировалась жара, то есть было достаточно уже количества жарких дней, чтобы выплата начала начисляться клиенту. Во второй половине этого периода случилась засуха. И в целом сумма осадков за весь этот период его не достает до нормы. То да, он получает выплату по двум рискам, по жаре и по засухе. При этом мы можем еще и оценить, какой из этих рисков был интенсивней и сильней повлиял. Вот расскажи, пожалуйста, про механизм начисления. Можем мы об этом рассказать? Как человеку, как аграрию понять, на сколько денег он может рассчитывать? От чего это зависит? Это зависит все от месторасположения его поля. Во время регистрации в программе клиент может оценить свой риск. То есть он на оцифрованной карте России, которую мы ему предоставляем, он выбирает поле и смотрит по своей точке координат, куда попадает это поле. Он смотрит, что в этом месте является нормой по осадкам и нормой по количеству жарких дней. Соответственно, он уже знает, еще до наступления этого периода риска, что в его точке норма это, допустим, 5 дней жары. И он прекрасно понимает, что этим летом ему стоит ждать большее количество жарких дней, либо если он не хочет все-таки попасть в риск, все-таки меньше. Ну хорошо, вот человек, допустим, понял, что эти 5 дней прошли, пошел 6, 7, 8 день жары. Как-то это сказывается напрямую на тот объем? На количество выплат? Повторюсь, не устану повторять эту фразу, все зависит от точки, потому что за каждый жаркий день сверх нормы в одном регионе клиент может получить, допустим, 2% от суммы закупки, а в другом регионе клиент будет получать уже 10% за один день сверх нормы. Такая разница, она идет от того, где этот риск, вероятность наступления риска больше, соответственно, и у вас процент выплат будет меньше, потому что вы больше подвержены этому риску. Это такая идет разница, очень наглядная, когда мы сравниваем, например, двух клиентов в северном регионе и в южном. Колоссальный контраст, потому что в летний период у одних, может быть, 2-3 дня – это норма. Холодное лето у них, это стабильно. А на юге при этом в тот же самый период у них норма будет считаться 25 дней. И да, 25 дней – это очень такая страшная цифра, что фермеры могут переживать, как так нам нужно ждать 25 дней, чтобы мы только начали получать выплаты. Но при этом у клиента есть доступ к статистике по своему полю, то есть по тому полю, который он выбрал. И он может понять, действительно, 25 дней, насколько часто наступает этот риск. И действительно, цифра страшная, но, возможно, она из года в год повторяется. И в этом году, и в следующем он может рассчитывать, даже с этими 25 днями, он рассчитывает на получение выплат, так как риск будет наступать. Если говорить о деньгах, наверное, всем будет интересно, сколько же все-таки максимально можно получить по этой программе. Максимум по программе клиент может получить 35% от суммы закупки. Лимиты не ограничены? То есть я пошел, купил на миллиард рублей? Конечно. Это, конечно, не ограничено. Покупайте на миллиард. Если мы, допустим, возьмем риск, скажем, с недостаточной влагой, как орошение полей может на это повлиять? Вообще действует ли программа на орошаемые поля? Конечно, потому что наше отличие от страховых программ в том, что мы не смотрим на урожайность. Клиент, понимая, что у него идет засуха, может активно начать спасать свое поле, активно заниматься орошением. И это никак не повлияет на агриклайм и на расчет будущих выплат, потому что мы в программе оцениваем и фиксируем только данные метеостанции. То есть именно осадки. Он может заниматься орошением, но не будет осадков, соответственно, мы зафиксируем только факт отсутствия дождей. Расскажи, как ему стать участником этой программы, чтобы все-таки получить эти выплаты. Это же не автоматическая какая-то опция. Стал клиентом Сингенты, все, значит, агриклайм автоматически участвуешь, правильно? У нас главное условие для участия – это приобретение препаратов в компании Сингента, но с приростом 10% к прошлому году. Соответственно, те продукты, по которым наш клиент увеличивает объем, те продукты и считаются участниками программы Агриклайм. И сумма закупки этих препаратов будет его сумма гарантий. То есть из этой суммы будет высчитываться, сколько он получит компенсации. Тем самым мы как бы подводим к тому, что в программе Агриклайм мы защищаем его инвестиции в наши продукты. Мы обсудили уже жару и засуху. Это все риски, которые есть в программе? В зависимости от региона у нас действуют свои риски, потому что для каждого региона существуют свои актуальные проблемы. Например, на Дальнем Востоке у нас действует программа СОЯ. Там клиентам мы предлагаем именно защиту от избыточных дождей. Для садов у нас эта программа действует на территории Центр и Юг. У нас есть защита от жары в летний период и от возвратных заморозков в весенний. Экологи в последнее время бьют тревогу, говорят о глобальном потеплении. Вот как-то это влияет на программу Агриклайм? Или точнее, может быть, Агриклайм влияет на это глобальное потепление? Мы стараемся в программе всегда предоставлять нашим клиентам самые актуальных рисков. И, соответственно, если климат поменяется, то есть поменяются проблемы наших аграриев, соответственно, мы уже дальше будем думать, от чего дальше будем защищать. И, например, вот интересно, что я последнее узнала, почитала из отчета Росгидрометцентра, что в среднем за последние 10 лет средняя температура по России увеличилась на полградуса. Еще стоит рассказать, как непосредственно любому из наших аграриев, такой небольшой алгоритм, можно сказать, действий, как ему стать участником программы Агриклайм. Теперь, когда мы ее так шикарно уже прямо разживали, рассказали подробно, как все-таки ему куда-то зайти, на сайт Сингенты, в раздел Агриклайм, нажать волшебную кнопочку «Хочу все» и побольше. Главное, что делает наш клиент, это, конечно же, приобретает продукцию компании Сингента. И, зная его объем закупки, мы уже можем расценивать этого клиента, попадает он в программу или нет. Дальше клиент оценивает риски на своих полях. Есть оцифрованная карта России. Для каждого поля клиент может выбрать свое поле и увидеть, что считается нормой по этим координатам. При этом может посмотреть график осадков и жары за последние 20 лет, оценить риск, определить, какой период риска ему лучше выбрать, начало или посередину, например, лета. И в связи с этим он уже на фоне всего этого, он принимает решение, что да, он участвует, в этот период времени он будет защищен, потому что для него здесь существует больше риск. И он все эти данные передает менеджеру, а менеджер уже его регистрирует в программе. И при этом после регистрации клиент получает доступ для мониторинга погодных данных на его поле. То есть ему будет доступен сайт, где он может зайти и посмотреть на определенную дату, например, сегодня, сколько у меня накопилось миллиметров осадков, сколько у меня накопилось жарких дней и сколько мне не хватает до начала выплат, чтобы у меня наконец-то случился риск. Это если он хочет денежки. Хорошо, но вот условно все-таки риск случился. Что дальше? Дальше мы фиксируем уже на бумаге, то есть мы подписываем акты, что действительно на этом поле, согласно метеоданным, случился риск, и в соответствии с интенсивностью этого риска рассчитывается, какое количество выплаты начисляется клиенту. Ну и в какой период, собственно говоря, денежки можно будет уже непосредственно получить? В среднем у нас на это все, весь этот процесс занимает около двух месяцев подготовить все документы, подписать с двух сторон. То есть это уже юридические нюансы, но при этом такие необходимые. Но я правильно понимаю, что нет такой четкой привязки к датам, допустим, что 1 декабря у нас там начинаются выплаты. И просто вот как случился риск, процесс пошел. Да, это такая индивидуальная история, потому что те, кто участвовал в программе в весеннее время, например, в марте, в мае, в этот момент у него отслеживалась погода, ему не обязательно ждать конца года календарного, чтобы наконец получить эти выплаты, пока все остальные участники тоже пройдут свой чекпоинт. У него случился риск, это все зафиксировано, программа завершилась, то есть все, мы знаем, что по его программе он получает такую-то выплату, и мы начинаем работать уже с процессом ее выплаты. Что происходит там у других клиентов, позже они отслеживают погоду, раньше это уже их история, то есть мы никак клиентов друг к другу не привязываем, чтобы они там друг кружку ждали. Окей, это, наверное, отличная новость для наших клиентов, только стоит, наверное, все-таки пожелать, чтобы они были готовы все-таки к климатическим изменениям, и сами эти негативные риски все-таки как можно меньше случались на полях наших клиентов. Хотим пожелать нашим клиентам хороших погодных условий и хорошего урожая, ну а если погода не позволит, у нас есть агреклайм. Хорошо, агреклайм поможет, и, как говорим, минимизировать издержки, как мы вот уже обсуждали в одном из наших подкастах, есть еще там одна, в частности, программа, которая может помочь агропроизводителям, это программа «Зора». Они слушаются в нашем отдельном подкасте. А сейчас хочется пожелать всем нашим слушателям, чтобы на их полях все-таки был хороший урожай, и, в частности, как можно меньше были те самые климатические риски, чтобы как можно меньше они на полях присутствовали. Сегодня в студии подкаста «Сингента» был менеджер по поддержке коммерческих проектов Мария Скорикова, и мы обсуждали программу «Агреклайм» и актуальность погодных рисков в нашей стране. Маша, спасибо, что пришла к нам в студию. Спасибо вам, что позвали. Все выпуски подкаста «Сингента» доступны на нашем сайте и подкаст-платформах. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова